Вброс про якобы двух украинских летчиков, которые начали подготовку на Ф-16, произошел не просто так. Наверняка их гораздо больше, наверняка они уже давно готовятся. Бежать не удастся. Для нас везде, где бы мы ни были, где бы вы уедете куда угодно, там в Новую Зеландию, и там вас найдут, и там все равно все отберут. Неужели это непонятно? Нам расслабляться и думать, что вот они все вот такие уставшие, и они все не хотят таким образом воевать. Об этом думать нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием вот этой ситуации сложившейся. Можно, конечно, комментировать огненными постами, как это делают пресс-службы некоторых наших руководителей. Но мне кажется, это не вполне уместно. Вообще вот количество юмора стоит убавить уже. Просто стоит вот слегка подкрутить эту рукоятку. Юмор и сарказм. То, что немцы декларируют, это серьезно. То, что Шольц встречался с Байденом и обсуждали в том числе оборонные вопросы, это тоже очень серьезно. Они сейчас эти старые танки, но это танки, собираются модернизировать, собираются ремонтировать, доводить до ума и поставлять в распоряжение ВСУ. Что случилось? Почему все это происходит? Российским экспертам с федеральных каналов явно выдали новую методичку. Теперь они уже не повторяют слова Путина о том, что спецоперация идет по плану и все хорошо. А прямым текстом говорят, что России нужно как можно скорее подписывать с Украиной хоть какое-то перемирие и заканчивать войну. Потому что затягивание конфликта играет точно не в пользу России и может даже привести к ее поражению. Сейчас время скорее на кого играют? На украинцев или на нас? Время сейчас. Мне кажется, что все-таки с поставками каждой, с передачей каждой партии западного вооружения, вооруженные силы Украины все более и более приобретают новые и наступательные возможности, и новые и оперативные, и боевые. Поэтому время сейчас вроде как в их пользу. Нам же надо завершать этот конфликт, опять-таки, на мой взгляд, по моим предположениям, но все-таки в максимально короткие сроки. Вот смотрите, да, люди, которые год назад рассказывали, что они дойдут до Киева, призывали дойти до польской границы, теперь говорят, все, никакой Киев, все уже не надо, мы не будем ни до какого Киева идти, давайте побыстрее подпишем перемирие, чтобы хоть как-то выбраться из того тупика, в который они сами себя загнали. Они-то думали, что Украина это фейковая, слабая страна, которая не сможет оказать им отпор, а оказалось все наоборот, Украина и не слабая, и не фейковая. Украина им внезапно оказалась не по зубам, и теперь они мечутся, пытаясь вырваться из этой ловушки, в которую сами себя загнали, и унести с собой хотя бы то, что уже успели награбить. Ход специальной военной операции и жесты доброй воли показали, что, видимо, взятие Киева ждать не приходится, и Украина останется, и в эту копилку заявление о строительстве завода «Райнметаль», о обучении украинских пилотов, у них будут и «Леопарды», и «Ф-16». Каждый день затягивания конфликта затягивает Европу все дальше в пучину этой украинизации, которая вредит только нам. Ой, смотрите, как мы заговорили. Как только Украина стала получать поддержку от западных союзников, стала получать технику, стала получать современное вооружение, внезапно в России эксперты стали прозревать, и они обнаружили, что, оказывается, этот конфликт России вредит. Ну, когда они там хотели Киев за три дня, когда 24 февраля Путин кричал, что сейчас там декоммунизацию покажет, тогда не вредил, тогда все было норм, никто был не против. А сейчас, когда получили параграмму, они вдруг обнаружили, что Россия оказалась в сложной ситуации, из нее надо как-то срочно выбираться. Опять же, я призываю задать вопрос, отвечает ли это нашим интересам. Каждый день затягивания конфликта повышает опасность... Подождите, они вот это... Мы понимаем, что затягивание конфликта увеличивает опасность военных каких-то сложностей. Затягивание увеличивает для них опасность сложностей. О, как оказывается. Смотрите, начинает понемногу доходить, да? Начинает доходить, что у России заканчиваются ресурсы, что новых взять неоткуда, потому что отрубили финансирование, притоки денег, которые раньше были, все эти сверхдоходы, а Украина поддержку получает, ресурсы Запада гораздо больше. Начинает доходить, что все эти разговоры о величии России, о второй армии мира оказались фейком, да? Сколько было пафоса, сколько было крика, а оказалось-то нет этого ничего на самом деле. И они понимают, что нет. И отсюда вот эти панические нотки, которые мы уже слышим у экспертов. Посмотрите, как поменялись настроения-то всего за год. Уже открытым текстом говорят, что спецоперация провалилась, нужно заканчивать, нужно как можно быстрее заканчивать. Я почти в каждом своем видео так или иначе говорю, что чем быстрее они поймут, что нужно это все заканчивать, прекращать, тем дешевле им это все обойдется, тем меньше придется платить. Затягивание только увеличивает цену, которую Россия в конце концов заплатит. И смотрите-ка, многие россияне уже тоже это стали осознавать, и они фактически со мной согласны. Даже провластные эксперты говорят, хватит, давайте заканчивать быстрее, потому что они понимают, чем быстрее закончат, тем меньше придется платить. А если растянут дальше, заплатить придется очень много и очень-очень дорого. Объявлять целый народ врагом и уничтожать этот народ – это сумасшествие. Я так думал всегда. Мне кажется, что сегодня я думаю, что это опаснее, чем сумасшествие. Это осознательная политика, направленная на достижение своих собственных узкокорыстных целей, используя такие античеловеческие методы. Но ты говоришь о противнике или обо всем украинском народе? Украинский народ, я же объясняю, это оболваненный народ, который много лет уже им вкладывают, что они отдельная нация, то есть должна быть полноценная деукраинизация. Это сумасшествие, это люди, которые не знают, чего творят. Это целенаправленная политика, это хуже, чем сумасшествие. Как нации украинцев не существует, что это оболваненные русские, которые себя воспринимают по-другому. К противнику отношусь и считают, что противник должен быть уничтожен, потому что только мертвые в спину не стреляют. И мертвые не сделают детей, которые потом не возьмут оружие и начнут пустить за родителей. И еще одна вещь, на которую я обратил бы внимание. Вы сказали, что нужно быть глупым, чтобы отрицать то, что было. Вы знаете, мне кажется, что нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Но, к сожалению, вот эта наглость, она часто достигает своей цели. Ведь Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможностей переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения... Остановитесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова